Добрый день, программа Paradox, я ведущий Степан Демура. Телефон студии 6510-996, код города 495. Также пишите с вопросами на сайт финам.фм. Тема нашей сегодняшней программы – это судьба малого и среднего бизнеса в России. Пока я жду гостя. У нас в гостях сегодня должен быть Михаил Мамут, президент российского микрофинансового центра и вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опору России». Я вам расскажу свои впечатления от поездки в Таганрог, которую я совершил на эти выходные. Впечатления на самом деле достаточно ужасные. Полезно выбираться за МКАД периодически и, скажем так, посещать реальную страну, а не то, что мы наблюдаем в Москве или в славном городе Петербурге. Ну, почему ужасные впечатления? Потому что дурная у меня есть привычка разговаривать с людьми о том, как у них дела, как они ведут бизнес. И вот средние бизнесмены, которые, между прочим, занимаются не только куплей-продажей, как в основном это происходит в Москве, но и реальным производством, рассказывают, что с начала 2012 года началась тенденция по сокращению спроса. Эта тенденция усилилась во второй половине 2012 года и первые месяцы 2013 года. Только эту тенденцию подтвердили и еще более усилили. Более того, стараниями Минфина и ЦБ создается такая ситуация, когда в экономике не хватает ликвидности, практически денежный оборот встал, ни у кого нет денег, что, в общем-то, можно наблюдать и по сокращению скорости обращения валюты, которая публикуется на сайте нашего банка замечательного, центрального. И доходит дело до того, что все опять друг другу должны, пока что выживают, но ведь система слаба настолько, насколько слабо ее самое слабое звено, да, говорит нам наука и практика. И, в общем-то, люди боятся того, что если в этой цепочке должных всем и вся кто-то объявит, скажем, дефолт или отказывается заплатить, то они останутся без оборотных средств практически. На честном слое все пока что держится. И, в общем-то, люди находятся в некотором недоумении по поводу того, что происходит и что творят наши замечательные финансовые и политические власти с малым и средним бизнесом. Я уже не говорю об увеличении налогов и всем остальном. Я так им с ехицей напомнил о том, что после того, как сложилась кудриномика, кокарочный домик, тогда еще министр Минэкономразвития госпожа Набиулина, да, правильно произнес, никого не обидел, она вдруг взялась писать проспекты и прожекты по поводу развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства, даже были выделены какие-то огромные деньги на развитие программ, составление буклетов, образовательную работу. Ну, потом нефть вернулась на круги своя, и как-то все об этом забыли, и никакой поддержки малому и среднему предпринимательству, к сожалению, в стране больше нет. А ведь малые и средние предприниматели, те люди, которые создают, в общем-то, большую часть рабочих мест и на Западе, и значительную часть рабочих мест у нас. И поэтому, когда говорится о уровне безработицы или повышении занятости, как в прожектах 2020 или остальных прожектах, которые говорят, о которых говорит правительство экономисты, лично я вот, ходя по земле, задаюсь вопросом, а вообще вот эти люди, они как-нибудь спускаются на землю, они смотрят, что происходит в городах, в реальной экономике. Вот господин Рогозин, например, постоянно говорит о том, что наш ВПК могучий, его боятся американцы, и они боятся нашего современного оружия, ВПК, там ВПК-то, ВПК-сё, и вообще, то есть нам не о чем беспокоиться. Ну, извините, господин Рогозин, наверное, вам стоит съездить в город Таганрог, где находится несколько крупных оборонных предприятий, из подотчетного вам ВПК. И поузнавайте у ваших эффективных манагеров, а сколько же получает инженер на оборонном предприятии. Оказывается, он получает от 7 до 8 тысяч долларов, ой, по Фрейду, может быть, когда-то, тысяч рублей в месяц, чего, в общем-то, хватает на проезд до работы, на кусочек хлебушка и, наверное, на одно яичко в неделю. И вопрос-то возникает, а, собственно говоря, когда говорят о ВПК, об оборонности страны, а кто всё это будет создавать, и кто всё это будет и сваривать, и клепать, и разрабатывать? Инженерные школы разрушены, и, в общем-то, кто пойдёт работать на 7 или 8 тысяч рублей в месяц? Вот пришёл мой гость. Добрый день, Михаил. Добрый день. Да, Михаил. Я тут немножко рассуждал о своей поездке в Таганрог, что творится с малым и средним бизнесом, и о том, какие зарплаты на оборонных предприятиях в Таганроге. Хорошие? 7-8 тысяч рублей в месяц. Нехорошие? Да. При этом ставится задача о повышении обороноспособности страны. У меня вот сразу возникает вопрос, а, собственно говоря, кто её будет повышать? Ни квалифицированных рабочих, ни квалифицированных инженеров, не то, что не осталось, они все выбиты, и кто пойдёт работать на такую зарплату, и что с этим делать? Ну, это немножко другая, правда, тема. А тема та же сама, это тема бизнеса. Вы знаете, люди, которые работают в оборонке, в НИИ, вообще в какой-то сфере, есть такое понятие, как некая честь профессиональная. Работают, можно считать, задаром, но потому что не считают возможным это бросить. Вот мы на этом, на самом деле, довольно, не могу сказать, успешно, но продержались даже самые тяжёлые времена. Но эти же поколения уходят на пенсию. Безусловно, да, это проблема, вы правы. И новых кадров-то, в общем-то, не воспитывается, поскольку кто пойдёт работать на такую зарплату? Что-то передаётся, конечно, от старшего поколения к младшему, и я знаю, ребят, которые, молодые ребята, которые не боятся этой зарплаты, всё равно идут туда, потому что им просто интересно, не всё же меряется деньгами. На самом деле, деньгами меряется многое, но в профессиональном плане не самое главное. Ну, всё-таки 7-8 тысяч в месяц, но это хватает на транспорт и на еду немножко. Я совсем не буду спорить на этот счёт, безусловно, это очень мало. Вы просто спросили меня, кто туда идёт, я скажу это. Я вот в Таганроге тоже разговаривал с бизнесменами, средний бизнес, они занимаются производством. И они мне рассказали ужасные истории, которые сейчас происходят, всё сводится к тому, что где-то с начала 2012 года, и эта тенденция усилилась уже во второй половине 2012 года, у них снова началось падение заказов, падение спроса на продукцию. И самое страшное, что они говорят, что у никого нет денег, такое ощущение, что вся ликвидность вымывается из системы, и получается такая цепочка, что все друг другу должны. И они боятся того, что в этой цепочке что-то оборвётся, кто-то объявит банкротство, они просто останутся без оборотных средств. А ведь эти люди, которые создают рабочие места в достаточном количестве, вот вы как организация, вы как вице-президент организации «Опора России», что вы думаете по этому поводу? Почему снова у нас вроде бы ВВП растёт, нефть на высоком уровне, а малый и средний бизнес, ну скажем так, немножко очень сильно страдает? Что это, начало рецессии, либо это результаты действия монетарных и фискальных властей? Я не думаю, что рецессия в данном случае имеет какое-либо значение, но вот отвечая на ваш частный вопрос по поводу проблем с ликвидностью, да, в прошлом году, в конце года была такая временная ситуация, когда ожидались какие-то не очень там хорошие сценарии развития в Европе, и на этом фоне немножечко с ликвидностью была напряжённость, это почувствовали практически все вообще субъекты хозяйственной деятельности. Сейчас, последний месяц, я думаю, она немножко, эта ситуация разрешается, потому что тот негатив, который был в конце года, он немножко рассосался. Не могу сказать навсегда ли, но, как минимум, сейчас банки опять начинают так более активно кредитовать и, в общем-то, обеспечивать все необходимые расчёты. Что касается ситуации в малом бизнесе и среднем бизнесе в общем, понимаете, такая немножко сложная получается конструкция. С одной стороны, за последние годы было реально сделано очень много для того, чтобы малому бизнесу дышалось легче, особенно на федеральном уровне. Я имею в виду и введение упрощённой системы налогообложения, и то, что с нового года заработала патентная система, которая, в принципе, предполагает очень такой льготный режим. Хочешь работать, купи патент, не хочешь, не покупай, никто тебе ничего плохого не скажет. Для самозанятых, для самого-самого такого мелкого класса предпринимателей это удобная система, особенно если он подрабатывает, они всё время этим занимаются. Очень много денег, реально много, сравнивая с масштабами прошлого десятилетия, выделяется на господдержку малого предпринимательства. И хотя мы ещё не сравнялись по масштабам господдержки к объёму малого бизнеса с тем, что происходит в Европе, какое-то существенное влияние на происходящее тоже оказывает. С другой стороны, взять, например, ту же самую историю со страховыми взносами, пенсионный фонд и соцстрах. Но мы, опора в первую очередь, другие объединения предпринимателей, все в один голос говорили, что нельзя всех под одну гребёнку стричь, когда это вводилось, что бизнес весь очень разный. Есть компании с высокими добавленными стоимостями, есть компании с низкими, есть микробизнес, в котором самозанятые люди. И применять к ним одну и ту же модель нельзя, потому что, ну чего можно добиться? Можно добиться того, что часть предпринимателей просто сдаст патенты или сдаст свидетельство, что сейчас мы и видим. От этого денег в пенсионном фонде не прибавится. Должна быть дифференцированная система. Вот сегодня мы фактически с Нового года видим некое... То, что сбываются предсказания, которые в том числе делала и опора России. Так что сейчас поговорим с этим. Михаил, мы должны уйти на новостной перерыв, оставайтесь с нами. Мы снова в эфире, это программа «Парадокс» и Степан Димур. У нас в гостях Михаил Мамут, вице-президент организации опоры России и рассуждаем мы о судьбах малого и среднего бизнеса в России. Ну, Михаил, у нас прервал перерыв, продолжим мысль. — Да, на самом деле, возвращаясь к истории с страховыми взносами, вы знаете, что более 200 тысяч предпринимателей индивидуальных только за первые два месяца этого года добровольно сдали свидетельство. Мы далеки от утверждения, что все они их сдали из-за роста страховых взносов. Наверное, это было бы немножко так популистки, так сказать. Но мы полагаем, что значительная часть из них, безусловно, под влиянием этого, решила, что продолжать дальше вести деятельность в условиях таких растущих сборов просто им становится нерентабельно. И эти истории подтверждаются реальной жизнью, это предположение. В частности, у нас был разговор с городом Садки, с Челябинской области, где сам мэр вышел и сказал, слушайте, вот люди приходят, задают свидетельство, а у меня же здесь нету большого бизнеса, у меня здесь нету каких-то торговых сетей больших. Они обеспечивают фактически инфраструктуру, торговую, сбытовую, обслуживание. Что будет, если они сейчас все уйдут? Я даже знаю, что часть из них, наверное, продолжит вести этот бизнес, но просто это будет делать уже как бы полулегально. Избавь бог, вы представляете, до чего так можно дойти? Ведь при желании этих людей можно обвинить в незаконной предпринимательской деятельности. А они всего-навсего пытаются решать проблемы себя и своих семей, и более того, обеспечивают обслуживание города. То есть вот здесь очень важно этот баланс соблюсти. А с другой стороны, на другой чаше весов, лежат бюджеты важнейших фондов, пенсионного и соцстрах. И мы, конечно же, прекрасно понимаем и близко не утверждаем, что решить эту проблему можно по отдельности, их можно решать только в комплексе. Но тем не менее, изначально мы выступали сторонниками дифференцированного подхода. Нельзя сравнивать микробизнес, где работает один человек, или даже у него еще два наемных сотрудника, и даже среднюю компанию, в которой есть большой штат, в которой есть затраты на фундаментальные определенные виды расходов и так далее, это две разные истории. Но говорить, что микробизнес нам не нужен, вы знаете, это опасное утверждение, потому что более двух миллионов человек сегодня в этом сегменте занимаются бизнесом. И эти два миллиона человек, каждый из них кормит еще как минимум пять человек. И плюс у кого-то есть нанятые. То есть в конечном итоге мы говорим о 15-20 миллионах человек, которые, в общем, сами себя обеспечивают, не просят денег у государства и создают ту самую нижнюю прослойку людей, думающих о завтрашнем дне, опирающихся на собственные силы. Конечно же, их нужно поддерживать. А можно вам задать такой вот вопрос, что хорошо, вы как люди, ходящие по земле и знающие этот бизнес, вы предвидели те осложнения, которые возникнут. Пока что идет согласно вашему сценарию все. А вы пытались донести вот свое мнение и свое видение, скажем так, людям, которые принимают решения? И возможно ли это вообще? Да, опоры России и другие федеральные объединения с самого начала говорили, что это решение несколько, на наш взгляд, для малого бизнеса неэффективное, ровно по причине, которую мы с вами сейчас обсудили. Но я, безусловно, нас слышали, у нас в опоре очень хороший налажен диалог и на уровне первых лиц, и на уровне правительства, и людей, принимающих решения в министерствах и ведомствах. Но проблема, связанная с восполнением дефицита пенсионного фонда, она тоже не надуманная. Мы понимаем, что с другой стороны весов много-много миллионов пенсионеров, которые должны вовремя получать свои пенсии, и государство должно выполнять свои социальные обязательства. И вот в тот момент реформа требовала включения. Ее включили, хотя можно было, в принципе, сразу все это учесть, но, видимо, технологически это было сложно сделать. Ее включили, а теперь, когда она начинает реализовываться на разных сегментах экономики, становится хорошо видно, где она проходит безболезненно, а где она приводит фактически к критической ситуации. Не, ну а что, это изначально не было ясно? Всегда есть разные аргументы. Всегда, ну как, то, что мы говорим, можно ведь аргументировать и с другой позиции, сказать. Ну, понятно, этим людям они должны защищать малый бизнес. Это их функция. Но вот есть другие предположения, которые заключаются в том, что бизнес может это платить, и ничего страшного в этом нет, если мы повысим тот же страховой взнос. Ну, ведь был пример еще при Кудрине, когда повышали тоже страховое отчисление, и зарплаты начали быстро уходить снова в тень, и бюджет недосчитался 800 миллиардов. Верно, верно. То есть я про это и говорю, что любую проблему нужно рассматривать в комплексе, и, тем не менее, единственным критерием истины здесь является практика. А у нас вот сейчас, просто за прошедшие два месяца, в крайне таком активном режиме проходят консультации на всех уровнях, в правительстве, в администрации президента. И я хочу сказать, что те люди, с которыми опора разговаривает, а это и первый вице-премьер Игорь Иванович Шувалов, и министр открытого правительства по делам открытого правительства, Абызов, министр экономики Белоусов, да все они, все наши уважаемые коллеги, на сегодняшний момент понимают, что ситуацию необходимо корректировать определенным образом, ровно потому, что практика показала, что это не приводит к пополнению средств пенсионного фонда, это приводит к ухудшению ситуации в микробизнесе, и в конечном итоге, скорее, к снижению поступлений, которые можно было бы от них получить, да еще и к потенциальному созданию проблемы с легальностью деятельности этих предпринимателей. Ведь у нас же, если не ошибаюсь, теневой сектор экономики по разным оценкам от 40 до 46% УВП. У меня нет таких цифр, по крайней мере, на поверхности, но я хочу сказать, что одним из серьезных достижений России последних 10 лет в области МСП, малого и среднего бизнеса, был как раз низкий уровень нелегального бизнеса. По сравнению с другими странами СНГ, мы могли по праву гордиться тем, что у нас там 80%, а может быть, даже больше всего бизнеса, малого, зарегистрировано. Ровно потому, что система регистрации ИП была и есть простая. Упрощенная система налоговобложения – это замечательное достижение, потому что платить 6% с оборотом очень просто считать и просто платить. Патент – отличный, единый налог на вмененный доход тоже, в общем-то, прижился. Но, видите, как бы не бывает долго хорошо, обязательно возникают какие-то вещи, требующие обсуждения. Тем не менее, вот завершая эту мысль, хочу сказать, что здесь абсолютно нет такого, знаете, иногда можно услышать, что правительство, я даже это в прессе читал, что правительство душит малый бизнес. Нет, конечно. Надо тоже адекватно смотреть на вещи и говорить прямо, что просто речь идет о комплексных проблемах. У них нет там единых простых решений. Но я думаю, что как раз практика говорит о том, что необходимо эту позицию корректировать так, чтобы прийти обратно к балансу. И, кстати, опора инициировала сейчас такую процедуру, называя модным словом краудсорсинг, да, интернет-голосование и онлайн-голосование в параллели офлайн, сбор с региональных отделений подписей. Мы должны, согласно некой процедуре, набрать 100 тысяч подписей для того, чтобы этот вопрос был рассмотрен. Вот буквально за 10 дней, прошедших с момента начала объявления, около 20 тысяч подписей уже собраны. Я уверен, что эта цифра будет, конечно же, выполнена. И в течение какого-то небольшого промежутка времени, надеюсь, совместно с правительством будет выработан, может быть, даже не одно какое-то предложение, а пакет предложений, направленных на решение этой ситуации, но так, чтобы и пенсионный фонд в идеале от этого выиграл и не проиграл. Может быть, не мгновенно, но в перспективе. А скажите, Михаил, вот после, скажем так, 9-го года, когда у нас была такая мини-кризис, мини-кризис, как изменилось положение малого и среднего бизнеса? — Хороший вопрос. Дело в том, что малый бизнес, как и любой бизнес, конечно, подвержен влиянию внешней конъюнктуры. — Имя достало лезть работать или тяжелее. — Если сравнивать с 2009 годом, то экономическая ситуация, конечно, стала лучше. Мы проводим ежегодно такое исследование, индекс опоры, и мы понимаем, что общая ситуация с благоприятствованием, она улучшается. Но вот эта вот история с налогами, она немножко, скажем так, подкосила оптимизм предпринимателей, даже со страховыми фондами, не с налогами, с носами. Но в целом большая часть находится объективно в экономически более выгодных условиях, чем она находилась два года назад. — Я спрашиваю, почему? Потому что, ну, понятно, там цены на нефть выросли, приток идет. Какая-то активность есть с переменным успехом. А вот с точки зрения регулирования, помощи правительству малому и среднему бизнесу, если я не ошибаюсь, после того, после кризиса, госпожа Набиулина и остальные чиновники разрабатывали целые пакеты программ, обучения, помощи. Вот это насколько все эффективно? Или все это осталось на бумаге? — Программа, государственная программа поддержки малого и среднего бизнеса, которую реализует и координирует Минэкономразвитие, на наш взгляд является одной из наиболее эффективно работающих программ. И за прошедшие, ну, уже несколько лет с момента начала ее реализации, она, в общем-то, отстроилась. То есть понятные механизмы, по которым предприниматели могут получить доступ к ее ресурсам. Безусловно, она должна постоянно развиваться, и потому что, ну, любая там программа, которая не меняется, она обречена на застой, и меняется же рынок, значит, меняться должны и меры поддержки. И мы с Минэк очень там плотно взаимодействуем по этому направлению. Но все приоритеты программы микрофинансирования начинающих предпринимателей, фактически стартапов, гарантии для тех, кто не может собственными средствами обеспечить, да, кредиты, в смысле, кредиты, которые берутся в банк, поддержка экспорта. Тема, которая особенно усиливается, особенно в период вступления в ВТО, потому что, в идеале, это процессы должны быть встречными, не только они к нам, но и мы к ним. И вот это очень большая тема, сейчас будет с экспортом очень много всего связано. Все это очень хорошо, в общем-то, работает, но, опять же, требуются новые механизмы. Поэтому сейчас обсуждается некая концепция создания фонда прямых инвестиций, тоже вместе с ОСИ, который будет поддерживать, в первую очередь, интернет-проекты, агентство стратегических инициатив, который будет ориентирован на интернет-проекты. Почему интернет-проекты? Потому что все прогнозы говорят о том, что бизнес уходит в интернет и потребление уходит в интернет. Сегодня это самая перспективная площадка с точки зрения новых рынков. Но там совсем иные законы, по которым все это функционирует, в том числе иные потребности в финансировании, новые схемы. Вот это все. Ну, интернет-проекты, получается, просто магазины, интернет-магазины. торговли через интернет нет в принципе через интернет можно делать все что угодно и услуги оказывать вопрос только в том что интернет сам по себе обладая отличается от оффлайн торговли практически не ограниченным кругом потребителей это колоссальная разница только нужно уметь его найти нужно уметь донести до него информацию но безусловно это будущее поэтому ну как поддержка этого будущего обсуждается идея такого фонда на линии оси минека я думаю что мы будем с удовольствием ее поддерживать есть еще один нюанс на который надо обратить внимание говоря господдержки у нас сейчас доступ к средствам господдержки может получить несколько процентов предпринимателей это уже не десятая доля десятая доля но это еще не 20 30 процентов из 40 как это бывает в европе но михаил мы продолжим после перерыва мы уходим на перерыв на возможно мы снова эфире от программа парадоксия ведущий степан димура в гостях у нас михаил мамута вице-президент организации опоры россии организации для малого и среднего предпринимательства вот как раз хотел задать вам вопрос по стоимости финансирования доступности финансирования малому и среднего бизнеса вот хорошо смотрите мы вступили в это прекрасно все похлопали зачем вступили так никто и не понял вернее поняли но поздно вот если взять например малый и средний бизнес который производит скажем конкурирующие товары у нас и в той же европе например у них финансирование идет по какую-то смешную ставку а у нас сколько получается 15-20 годовых да и какая конкуренция больной вечный да я попробую ответить знаете начну с вто вот вы сказали что наконец-то поняли но поздно а я все-таки рискну предположить что не все поняли и еще какое-то время инерция будет доходить а дело в том что нет я в общем-то не говорю не в том смысле что в то это плохо и зря мы туда вступили это не так в то это не но в каком-то смысле нейтральный инструмент которым нужно правильно уметь пользоваться наша слабость нашей позиции состоит в том что наши коллеги иностранные контрагенты которые давно являются участниками в то умеют пользоваться инструментарием этого намного лучше чем мы там есть масса вещей связанных с защитными мерами с протекционизмом я говорю таким простым словом хотя его не принято в рамках в то использовать защитными мерами в отношении своих компаний и инструментарий этот весьма богатый об этом просто пока мы не очень много говорим потому что не все об этом знают я хочу сказать что например в рамках в то разбирательство может быть например по демпингу если разбирать это может начаться если компания которая обращается с соответствующей претензией контролирует больше определенной доли этого рынка и возникает очень хороший вопрос я просто как пример приведу а что такое значит этот рынок это может быть широком смысле рынок сталь а может быть в узком слове рынок сталь лидирована определенным образом да и предназначен для определенных целей это приводит нас к необходимости значительно более глубокого учета номенклатуры вообще того что происходит в рынке продукции товаров работ услуг у нас пока номенклатура может быть считается там до 1 знак после запятого в европе до 6 а в казахстане до 4 потому что они там значительно как немножко лучше нас пока продвинулись но ведь это же хорошо если мы будем понимать намного более детально что мы вообще говоря производим и второй момент связанные с представлением интересов возможно такая штука как коллективный иск когда организация объединяющая профессионально как опора объединяющая профессионально определенное количество субъектов бизнеса может от них от всех это консолидировано вот если этим механизмом научиться пользоваться то они дают нашим компаниям не только возможность защитить себя от демпинга здесь но и выйти на рынке там потому сейчас как членов это мы можем точно также подавать претензии связанные с например запретом по входу на определенные рынки европейские там азиатские других членов это как они это делают в отношении нас и это нужно делать и мы думаем что как раз здесь господдержка должна сыграть большую роль на первые переходные там несколько лет различными механизмами и одна из задач предпринимательских объединений в том числе опоры россии создать механизм понятный простой для предпринимателя связанные с последствиями присоединения к этого михаил на смотреть не может это создаст такая ситуация что пока механизм будут разрабатываться как мы знаем они зарабатываются у нас очень долго и неповоротливо просто предприниматель не станет степан взять не а китайские китайские товары не думаю что от этого объясню почему потому что фраза мы вступили в vto она сама по себе но это не то что взял и прыгнул в речку до вступление в это это процесс растянутый на много лет часть наших отраслей де-факто вступила в vto еще до вступления в этого хотя они не могли пользоваться этими защитными мерами да часть отраслей вступит в то в будущем а часть считаете не вступит почти никогда потому что там сохранить сохранены меры определенной защиты то есть время у нас есть надо им просто правильно пользоваться с другой стороны мы же живем в рынке который постоянно меняется мы не можем сказать давайте мы его зафиксируем вот как сейчас потому что всем все понятно такая конструкция не живая она умирает то же самое и здесь до этого это вызов но если мы сможем с ним справиться это сделает наш бизнес значительно сильнее то есть этого надо не бояться к этому надо готовиться возвращаясь к вопросу финансировали поскольку тема очень большая конечно ставки несоразмерны наши и скажем европейские можно объективно говорить что у нас разный уровень инфляции разная цена денег поэтому и естественно разная процентная ставка по тем же самым кредитом но это только часть ответа на вопрос выйти на европейский рынок имея стоимость нашего фондирования конечно же ни одна компания у нас не сможет это тоже задача на мой взгляд даже как вы это средний срок вот это наверное намного сложнее чем выйти на европейский я извиняюсь выйти на китайский рынок это задачка я скажу очень сложный но тоже это делается здесь какие возможности первое научиться привлекать фондирование оттуда под наши гарантии для того чтобы выходить на их же рынке и это рабочий механизм второе в большинстве стран европы несмотря на их такой откровенно рыночная как бы положение действует механизм господдержки для тех кто работает на экспорт у нас обязательно должны появиться такие инструменты они появляются сейчас прямо вот как бы на наших глазах формируется и в среднесрочной перспективе государство точно должно здесь сохранять присутствие потому что речь идет не только о выходе поддержки малого бизнеса речь идет о поддержке бренда и возможности отечественного бизнеса вообще малого бизнеса как его составной части мы должны выглядеть достойно на любых внешних рынках что касается стоимости нашего внутреннего фондирования то здесь ситуация такая вот есть как я уже говорил меры там по государственной поддержке и в рамках например госпрограмм микрофинансирования начинающий бизнес может получить микро бизнес может получить займы под 7 8 9 процентов годовых то есть фактически уровень инфляции плюс 2 3 процента но потому что эти деньги ничего не стоят они нулевые по своей цене когда да в банке вы занимаетесь это неизбежно накладывается стоимость фондирования плюс маржа но здесь значительной степени будущая история связана с ценой денег для бизнеса связана с нашей способностью удержать инфляцию в пределах там 1 процент но имеется ввиду цифры измеряемых михаил но ведь это же инфляция не контролируется нашим цб это импортируемая инфляция поэтому очень странно что наш цб и правительство борется инфляцией которые не могут контролировать не кажется хороший вопрос вот я бы так сказал сейчас в ближайшее время ну поскольку подходит концу период полномочия середине михайловича игнатьева по законодательству у нас будет новый глава цб и я думаю что уже в марте мы узнаем хотя бы с высокой достоверностью кто это будет в значительной степени кандидатуру нового председателя цб определит иммунитарную политику россии посмотрим здесь немножко осталось ждать посмотрим но все-таки надо исходить из того что цб в первую очередь это институт который защищает макроэкономическую стабильность а вы знаете какое самое стабильное место на земле боюсь даже себе предположить кладбище а ну в этом смысле это вы даже перефразирую меня возвращайте мне обратно тот посыл что нельзя ничего зафиксировать так чтобы это было навечно сделано вы правы но с другой стороны понимаете превратится бы в печатный станок мы проходили то есть грубо говоря пытаться кредитовать экономик напрямую с помощью цб мы это уже проходили а так впрямую точно не работает это должны быть более такие умные продуманные меры но очевидно что во главе цб в любом случае станет человек с высокой степенью компетентности будем надеяться конечно то что стоимость ресурсов она просто запредельно у нас для мел для малого бизнеса а да конечно это правда и здесь вопрос но опять же малый бизнес же разные есть торговля розничная я абсолютно не вкладываю в слово розничной торговли никакого отрицательного оттенка у нас просто еще советского времени вы знаете да есть некое такое пренебрежение к торговле и даже скорее отрицательное отношение что вроде бы как это люди наживаются на других но вы знаете торговля в первую очередь инфраструктура которая помогает населению решать свои любые проблемы но с торговли проще всего там ну место скажем двух концов уже делать полтора конца а я вот имею ввиду производства реальный сектор который у нас загибается вот с ним что делать потому что вот конкретно примером приведу легкая промышленность на ведь практически наша легкая промышленность была в последнее время не то что убит она была добита достаточно низкокачественным китайским ширпотребом в то же время было несколько визитов тоже иванова высоких должностных лиц и они перед народом говорили что мы восстановим легкую промышленность вот как конкретно можно установить заградительные пошлины мы вступили в это да заградительных пошлин нет стоимость фондирования очень высокая и что делать у нас скоро будет извините меня армейские ботинки шить в китае вы знаете лет 7 а если война с китаем у нас что армия будет без ботинок я вас до услышал просто просто конкретный утрированный пример вот как здесь то быть ведь понимаете когда все говорят о том что мы должны производить добавленную стоимость добавленная стоимость на в торговле не производится она производится в реальном производстве если посмотреть скажем на запад ну как там там есть несколько крупных корпораций и цепочка поставщиков которые вставляют как раз малый средний бизнес а у нас такого нет и вообще кто-нибудь там задумать что нужно идти в этом направлении вы абсолютно правильно ставите вопрос я считаю что наличие такой комплексной стратегии по развитию малого бизнеса и среднего бизнеса в разных секторах экономики это то что должно быть обязательно с другой стороны я помню лет 7 или 8 назад я был в штатах и почему-то мне захотелось себе купить какие-то ботинки там я уж не помню или туфли но скорее но они были сделаны в китае я не смог найти то есть мне честно объяснили через какое-то время что в америке нет своей легкой промышленности она вся умерла потому что китайцы ее победили а японцы в свое время чуть не победили в америке автопром американский до сих пор по предпочтению американских потребителей японский автопром лидирует но с другой стороны это не привело к кончине американской экономики Потому что она сумела приспособиться. И я возвращаюсь к тому, что рефреном проходит через весь наш разговор практически. Это мысль о том, что бизнес должен быть в состоянии адаптироваться к изменяющимся условиям. Он не может требовать фиксации всех условий навечно. А малый бизнес это наиболее мобильная часть бизнеса и средняя. Поэтому здесь инновации в принципе приживаются проще всего. Чего не хватает для того, чтобы это работало так, как хотелось бы. Вы тоже об этом сказали. Это отсутствие вертикальных связей. То есть у нас существует определенный разрыв, хотя он постепенно сокращается. Существует разрыв между крупным бизнесом, как заказчиком, контрактором и мелким бизнесом, как субконтрактором. А за последние годы, я вижу, появляются, мы все это видим, появляются проекты интересные, когда крупный бизнес с малым и средним выстраивает такие вертикально интегрированные цепочки. Но все-таки, если мы посмотрим на очень эффективные, широко известные бренды Toyota, General Electric и так далее, то мы увидим, что как такового единого бизнеса там близко нет. Это десятки, иногда сотни тысяч отдельных компаний, связанных друг с другом производственными, контрактными, иными трудовыми отношениями. Вот так делать мы еще не научились. Но я думаю, что должны научиться обязательно, потому что это совсем другой уровень, не то чтобы доходности, это неправильно сказать. Это совсем другой уровень эффективности кластерной, когда мы имеем... Ведь это же моментально создаст... Да, это добавленная стоимость разделяем, извините, закончу мысль, между разными участниками процесса. Это же моментально создаст и рынок труда, и пополнение бюджета за счет увеличения налогооблагаемой базы. Это же произойдет вот так вот моментально. Ну, не моментально, но произойдет. Ну, скажем так, несколько лет достаточно. Просто у меня всегда возникает вопрос, неужели наши экономисты, вернее, не экономисты, а те, кто принимает экономические реакции, решения, они этого не понимают, что вы снизите налоги на бизнес, моментально большая часть того, кто еще в тени, выйдет на свет, будут созданы новые рабочие места, и после, скажем, года или полутора у вас резко возрастет налогооблагаемая база. Вот я этого не понимаю. Вот вы общаетесь с ними, я нет. Я думаю, что то, что вы сейчас говорите, это бальзам на душу 99% наших предпринимателей. Это не бальзам на душу, это реальная экономика. Это не слушает по каким причинам. Это реальная экономика. Почему так не происходит? Если успею, отвечу, если нет, продолжим. Ну, вот та же самая история с подоходным налогом. Ведь у нас он вырос ровно благодаря тому, что его сделали плоским и одинаковым для всех. Ну, смотрите, какой критике сейчас это подвергается. Сейчас, Михаил, мы это обсудим после перерыва на новости. Оставайтесь с нами. Мы снова в эфире, это программа «Парадокс». Я ведущий Степан Димура. У нас в гостях Михаил Мамута, вице-президент «Опор России». Вот, говоря о налогах, пришло сообщение от Дмитрия из Новосибирска. Он пишет, я работаю как ИП 15 лет и готов платить налоги, но сделать и так. Я заплатил, ко мне приходит проверка, и вопросов ко мне нет. А то говорят, ты заплатил, но не нам, а государству. То есть мы еще забыли об одном налоге, о чиновничьих поборах. Вот с этим ты что делали? Или это останется с нами на всю жизнь? Вы знаете, это вещь, которая, на наш взгляд, на местном уровне по-прежнему остается довольно серьезным фактором, влияющим на развитие бизнеса. Или, скажем так, фактором, препятствующим развитию бизнеса. Если на федеральном уровне подобные истории, они скорее исключения сейчас, чем правило. И даже на уровне субъектов, как правило, у всех губернаторов есть работающие механизмы общения с предпринимателями. Этому была посвящена большая работа 5-6 лет назад, уже даже, может быть, чуть больше, когда это все отстроено, отстроилось. То вот на уровне муниципальном, то сообщение, о котором вы сейчас говорите, оно далеко не единичное. Действительно, существует много проблем, связанных с тем, что принято называть емким словом коррупция. И хотя, как ни странно, по последним опросам, вернее, не как ни странно, а как неприятно об этом говорить, странно, потому что немножко удивительно. Но, тем не менее, предприниматели не ставят коррупцию на первое место. А раньше это происходило, потому что говорили, да, взятки нас там давят, административный ресурс, т.д. и т.п. Но, тем не менее, она остается, конечно, в лидерах. А что сейчас на первом месте? Извините, я вас перебиваю. Вы знаете, вот в том году, как ни странно, опять поднялась на вершину проблема доступа к финансам, потому что было вот это небольшое затруднение с ликвидностью и повышение ставок, и очень сильно даже ужесточились требования к предпринимателям. Остается в антилидерах, если можно так сказать, проблем подключения к энергосетям, к различным. Там, кстати, существовали, иногда даже по-прежнему существует определенная тоже система поборов. Ну, когда просто так ты не можешь подключить себе электричество, должен там пойти и договориться, да, плюс-минус полурегально. Это проблема сертификации продукции, да, по тем или иным стандартам существующим тоже жалоб достаточно много. Ну, земельные вопросы, они всегда были и есть сложными, но другое дело, что проблемы с землей возникают у достаточно небольшого числа предпринимателей, сельхозников, либо у производственников. Вот, в принципе, должен сказать, что как один из инструментов решения всех этих проблем, это, безусловно, институт омбудсмена, федерального омбудсмена, уполномоченного по защите прав предпринимателей, который недавно был создан в Российской Федерации. Что мне кажется очень правильно, то, что омбудсмен Борис Юрьевич Титов, он создает такой механизм общественной экспертизы по каждому из направлений, связанным с защитой прав предпринимателей на тех или иных рынках, и опора, опять же, как институт принимает активное участие в формировании региональных омбудсменов, в формировании механизма общественной экспертизы. Вы знаете, это пока что, хотя, довольно новая тема, но мы уже видим, что она должна, может, сыграть очень большую роль для решения проблем, в том числе и проблем, связанных с коррупцией на местах. Ну, ведь, смотрите, как я себе это представляю, собрался малый бизнес, да, или средний бизнес, вот они говорят правительству, что, господа, нельзя так делать, понимаете, нельзя, потому-то, 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 и приводятся веские аргументы. Ну, правительство их выслушало и сделало по-своему, как обычно. И вот, кстати, вопрос в тему, Наталья пишет, кого из чиновников, принявших решение об увеличении налогов на ИП, уволили в связи с нетоответствием занимаемой должности? Понимаете, ведь весь вопрос, на мой взгляд, сводится к тому, что у чиновников нет вообще никакой ответственности ни перед чем. Не совсем так. Они вас выслушали, ваши аргументы, сделали по-своему, ну и что, ну, там, 200 тысяч человек сдало лицензию, ну и что? Мы же чиновники, у нас ответственности нет ни перед кем. Справедливости ради, надо сказать вначале, что это не совсем так, у региональных властей. Я просто служу как обыватель, вот я обыватель, я смотрю на происходящее, и как-то вот с обывальцем точки зрения, у меня какие-то неприятные все время ассоциации возникают. Развейте мои сомнения. Давайте постараемся чуть-чуть, да, чуть-чуть, может быть, обогатить это представление. Во-первых, сейчас у всех субъектов, имеется двух глав, есть так, KPI, ключевые показатели результативности их работы. И одним из KPI является уровень развития малого и среднего. А как он определяется? Там есть, ну, набор показателей, показатель комплексный, который включается количество, поступление в бюджет, занятость и так далее, и так далее. Соответственно, по его изменению, вверх или вниз, можно судить об эффективности региональной политики. А на наш взгляд, это должно быть общей нормой, теперь переходя к тому, что нужно сделать. То есть на всех уровнях, на уровне муниципалитетов, такие KPI обязательно должны быть введены, потому что муниципалитеты, наверное, первые, кто должны быть заинтересованы. Это же там, на земле все происходит. Это тоже должно влиять. И люди должны знать, что там здесь более, получается, эффективная среда для развития бизнеса. Здесь менее. Что касается федерального уровня, я хочу все-таки отметить, что у нас очень плодотворное и качественно хорошее сотрудничество с большинством ведомств, причем по самому разному кругу, и, естественно, с самим правительством, и с администрацией президента. Вы знаете, что это не слова, это реальность, что для первых лиц, для президента, для премьер-министра развитие малого и среднего бизнеса это один из приоритетов по очень многим вопросам. А другое дело, что... По очень многим, вернее, параметрам. Другое дело, что у нас, к сожалению, вот до настоящего момента не сложилось на уровне общей ментальности представление о бизнесе, как об институте, который необходим стране с рыночной экономикой, которым надо гордиться. У нас по опросам школьников, выпускников, вузов, особенно, да, собственный бизнес находится далеко не на первом месте. Если вы сравните это со странами Европы, либо США, вы увидите колоссальную разницу в ментальности. Вот меня это, на самом... в значительной степени тревожит даже больше, чем какие-то конкретные решения, потому что это наше будущее. И откуда это идет? Мне кажется, это все идет даже, ну, там, с каких-то глубинных таких основ воспитания, заложенных в советское время, что бизнес — это не очень хорошо. Это может показаться смешным, но это факт, потому что на уровне, опять же, вот как вы говорите, обывателя, нас с вами, людей, разговаривающих там за жизнь, можно привести какие-то примеры, почему бизнес — это плохо, и почему госснабжение — это хорошо, да? Но госснабжение — и работать не надо. Много чего не надо. Я к тому и говорю, что мы не можем достойно выглядеть ни сами перед собой, ни на мировой арене, если у нас не будет креативного класса, который может генерировать идеи, может превращать их в жизнь, заставляя нашу экономику двигаться, сообщество развиваться. И в этом как раз и есть задача малого и среднего бизнеса. Это должна быть наша гордость. Для нас это не какие-то слова там громкие, таксиома, из которой мы исходим. И задача опоры, и, конечно, всех прочих объединений федеральных, которые активно тоже работают в этом направлении, сделать так, чтобы эти слова были реальностью с точки зрения отношения общества, с точки зрения не только там ведущих политиков, но отношения различных политических сил вообще. Потому что тот набор проблем и тот набор задач, которые можно решать с помощью инструментария малого и среднего бизнеса, он очень велик. И я, конечно же, очень надеюсь, что вот эта история, связанная со страховыми взносами, решится благополучно, и предприниматели ощутят некий приток, скажем так, свежий воздух, который позволит им дальше развиваться. А что еще нужно решать, вот на ваш взгляд, первоочередное? Что можно сделать, чтобы облегчить жизнь малому и среднему бизнесу? Вы знаете, у нас по-прежнему количество малых предприятий, даже по количеству, существенно ниже в объеме процентном соотношении, чем в европейских странах. Нужно развивать механизмы поддержки для стартапов. В чем проблема наших стартапов сегодня? Первое, это доступ к финансированию. Ну вот многое делается через микрозаймы, через специальные госпрограммы, микрофинансирование, но нужно наращивать объем. Их должно быть больше, и доступ не может быть проще. То есть выделять больше фондирования? Больше фондирования, да, на возвратной основе, но под льготный процент, который позволяет предпринимателю, так сказать, крутнуться на стартовом нулевом уровне. Второе, нужно выстраивать цепочки. Мы про это с вами говорили. Нужно выстраивать кластерные модели, конгломерации крупных, средних и малых предприятий с разделением добавленной стоимости. Но это уже должно приниматься программа практически экономического развития на федеральном уровне? На наш взгляд, да. Эта тема должна найти значительно большее отражение в стратегиях, в той же стратегии 2020. Как мне кажется, на теме малого и среднего бизнеса уделено недостаточное внимание. Понятно, что это одна из многих задач, когда кто-то, неважно, на уровне правительства, на уровне науки, смотрит на проблемы в целом, то малый и средний бизнес это одна из многих составляющих экономической системы и общества. Но мы уверены, что без эффективной работы этой составляющей многие другие автоматически не сработают. Поэтому это какой-то такой кругольный камень в рыночной экономике, который необходимо постоянно укреплять, развивать и наращивать. Такая долгосрочная стратегия, ну, наверное, будет в ближайшее время пересматриваться, уточняться и стратегии 2020, потому что ситуация на рынке меняется, это вполне возможно. Мы надеемся, что это там найдет тоже свое отражение более глубокое, чем сейчас. А вот проблема, потому что, ну, 2020, вот я знаю сейчас, господин Глазев и академики написали, ну, практически прямо противоположную стратегию. Вы ее видели, нет? Она дискутируется сейчас. То есть я, насколько я знаю, финального документа еще нет. Есть некая концепция, которая дискутируется. Ну, да, она должна быть такой проактивной по сути, она должна вызывать споры, потому что, ну, это не должно быть ретушью того, что предложено. Должно быть несколько совсем разных идей, тогда будет тема для дискуссии. Мне кажется, для того, чтобы понять серьезный уровень жизнеспособности той или иной концепции, вот когда их будет две, можно будет к вам прийти, можно будет на другие площадки прийти носителем этой идеологии и вот так же в прямом эфире с значительной аудиторией обсудить, Я хочу спрашивать, потому что создается впечатление, что хорошо, у нас есть либеральная концепция, но в этой либеральной концепции нет места среднему и малому бизнесу. Есть вторая концепция, которая еще не опубликована, но, судя по сливам в прессу, там большая роль отводится государству. Если большая роль отводится государству, где место малому и среднему бизнесу? Вас это не напрягает? Я думаю, что, ну, я все-таки думаю, что это надо обсуждать на чуть более серьезном уровне. Даже в странах с высокой, так скажем, концентрацией госуправления, в том же самом Сингапуре, в период реформы, это совершенно не привело к исчезновению малого и среднего бизнеса, наоборот, привело к повышению его роли. И я бы не сказал, что там в либеральной действующей, как вы сказали, концепции нет места малому и среднему бизнесу. Ну, вы сами это скажете, оно где-то там. Я считаю, что, ну, если ему уделять больше внимания, системно, то и результат для экономики в целом и для общества в целом будет более позитивный и более заметный. Уделять. Понимаете, я всегда, когда слышу, что нужно уделять, почему-то все делается в будущем времени, говорится. Нет, я не хочу повторяться, но очень много уже сделано, многое делается, и наша задача скорее преодолевать те проблемы, которые возникают. Спасибо огромное, что пришли. У нас в гостях был Михаил Мамута, вице-президент АПО России. Удачи!